Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я иногда выставляю данные, сколько нарушается канонических правил. И эти вопросы со всех сторон. Откуда вы берете такие цифры? Повторяю, я три года, не дня, три года провел за этими правилами. Книгу правил, самая древняя, которая была еще до Никона. Сравнивал, смотрел, задаю цифры. Сколько правил? Не знают. С разными декретариями Юстиниана 989. Это Иосифов, он не знает этого. Сколько действующих правил? Я отвечаю 719, 718. Тут колеблется из одного правила, где говорится, какие книги канонические. Из них 413 нарушаются. Но цифры эти люди получают, а где цифры-то от него взяли? Я поясняю. Вопрос 4051. Это книга «Открытым оком», 30-й том. Игнатий Лапкин. Это мои книги. Вопрос. Из каких цифр получается, что в патриарших храмах, то есть Московской патриархии, нарушается 57% всех правил? И кто это высчитывал, и как? Это мне вопросы в университете задают люди. По радио. Ответ. Более 20 лет тому назад, в 1992 году, я много занимался этим вопросом. Когда я был в Джордан-Вилле, в США, и рассказал об этой наработке, то они тут же попросили дать эти выкладки. Так что мне пришлось сделать запрос домой, в Россию, чтобы прислали эти материалы для их публикации там, в США. Что же видим ныне в Русской Православной Церкви? Вот наглядная картина того опустошения Церкви, которое усиленно насаждается ныне. Насаждается умышленно, не по небрежности. Обмерщается и разваливается Церковь изнутри путем пренебрежения соборных правил. Вопреки Слову Христа, сказавшего Матфея 7, 13-14. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Сегодня священники отбросили постановление соборов и святых отцов, и распахнули двери церкви шире врат адовых, и смешали святое с беззаконным, и нет попытки отделиться от народов к закону Божию». Неемя 10, 28, 29. «Не отделяют священное от несвященного». Левитам 10, 10, Езекииля 22, 26. «И без священного Писания и святых соборов сделали все мы слепыми под водительством слепых вождей». Матфея 13, 14. Плащ 3, 47. «Ужас и яма, опустошение и разорение доля наша, ибо оба упадут в яму». Это из другого места стиха. «Батюшка и прихожанин, яма – это ад, вечная смерть, отлучение от Бога». Если за нарушение даже одного правила соборов и святых отцов, епископ, священник или дьякон извергается от сущего сана, а мирянин отлучается, то что будет со всеми нами, если нарушается 413 правил и 718 действующих? Теперь я поясняю, откуда эти цифры. Около 11 посланий, правил, в виде приветствий, напоминаний. Эти временные правила не берем в счет ныне. Там, говорится, епископу Кордувию. Но он умер, его нигде нету. И потому берем только указующее правило. Есть правила местного характера, временные, направленные к какому-либо лицу. И таких правил 94. Считай правила толкования стихов в Библии. Итого, остается разрешительно запретительных, по которым и должна регламентироваться, устрояться жизнь в церкви. 718. Вот откуда эта цифра. Из них явно сегодня нарушается 413. Вот первую цифру я объяснил. Она иногда 719. Нарушается 413, то есть 57%. Откуда? Где, на каких дорогах можно ездить, нарушая 57% правил, чтобы не погибнуть? Ни на земле, ни в воздухе, ни на воде, ни под водой, нигде. Но по мнению сегодняшней иерархии, видимо, возможно это. Где? В Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Вот так это можно увидеть наглядно. Поясняю. Вот здесь, где будут эти цифры. Первая цифра – это количество правил. Вторая цифра – сколько правил нарушается. Вот это вот. И третья цифра – временные правила. Так, апостольских правил 85. Из них нарушается 41, но временное – 2. Правила Дионисия, то есть это правило считаем. Раз, два, три, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, нато тринадцать. Вот. Это правила святых отцов. Вот сколько из них. Пожалуйста, смотрите. Я не буду перечислять. Это нарушается. Правила Василия Великого – 92, 78 нарушается. Ну, что они доказывают-то? Григорий Анисков – правил 8. Все 8 нарушаются. Меня спрашивают, какие правила. Ну, тут-то уже легко показать. Потому что конкретно какое правило и в чем нарушается, эти данные у меня были сожжены. Две огромные кучи в краевой суде во дворе сожгли. Это мне сказали, куда дели, у меня изъятое. То, что не пошло в обвинение. Они назад не возвращают. Вот, пожалуйста, Геннадий, одно правило, оно и нарушено. Тарасия святого – точно так же. Но есть еще правила апостола Павла и Петра и Павла. Их я не знаю даже сегодня. Их просто выкинули из книги правил. И правила всех апостолов. Их тоже выкинули. Вот эти вот три пункта, вот эти вот правила, их нету сегодня в книге правил-то. Но они были в дониконовских изданиях Патриарха Иосифа. Я даже их учел. Итого. 290 правил. 184 нарушаются. 23 временные. Нарушается 65 правил святых отцов церкви. Только об отцах. Дальше. Вселенские соборы. Первый Вселенский собор. Второй, третий, четвертый. Пятого нету. Шестой, седьмой. А где пятое? На пятом Вселенском соборе гремели мечи. Епископы под скамейками прятались. Вот так принимались. На таком уровне. Это Майдан был свой. Страшный Майдан при соборах. Вот второй Вселенский собор. Заходит император Констанции. Руку на меч. Камон, это я. Вот и все и делайте, как хотите. Сын Константина Великого. А Константине-то сколько неправды пишут. Биография его. Как он любил Бога. Как он желал принять крещение. До самой смерти был не христианин, не крещеный. До крещения христианин не бывает. И крестил его перед смертью еретический епископ. Сегодня это все замазывается. Мы плывем в океане лжи. Это надо все разгрести. И показать. Какие он мог правила принять. Но у Константина была добрая мысль. Не надо воевать. Ну мирно за столом рассуждайте. Православные, когда пришли к власти, они первым делом потребовали арестовать всех еретиков. Кого куда. В вечную ссылку. А потом сами пошли. И теперь. Ну вот тут правила-то надо посмотреть. Я их не буду цифры называть. Вот шестой вселенский собор. Тут два правила. 60 нарушается. 10 временно. Седьмой вселенский. 22 правила нарушается. 19. Ну теперь определите, какие нарушаются. Чтобы понять, какие правила нарушаются, то правила нужно считать. И знать церковную жизнь. Церковную жизнь от патриарха до низу, в алтаре и наружу. И у дверей. С вешалки театр начинается. Нарушается 57 правил процентов вселенских соборов. Поместные соборы. И вот они перечисляются. 9 поместных. Анкирские. 25 правил. 18 нарушаются. 2 временных. И что для руководства остается. И вот они, эти все правила. Ладикистские. 60 правил. 28 нарушаются. Карпагенские. 147 правил. 50 нарушаются. Видите? Итого 333 правила. Поместных соборов. 135 нарушается. 59 временные. Итого нарушается 49 процентов поместных соборов. Итак. Из 813 правил. 94 временные. Это святых отцов и соборов. Остается 812. И 94. 718. Из них нарушаются. Я показываю сколько. Святые отцы. Вселенские соборы. Поместные. Итого 413. То есть 57 процентов всех правил. Я ответил на вопрос. Дальше даю разъяснение. Не нарушается быть может лишь правило, соблюдающие неприкосновенность с канонической, в кавычках, территории. Власть епископов. Но и это все под сомнением с 1927 года. Большинство правил касается духовного врачевания, наложения эпитемии, которые ныне совершенно отвергли пастыри. Отвергли. Как будто их нету. Хотя Слово Божие гласит. Все мы находимся под эпитемиями. Серахов 9.6. Иоанн Златоуст грозно предупреждает, что если священник допускает до причастия без эпитемии, он губит из себя и того, кого допускает. Вот даже священники это прослушают. У них, я знаю, какая реакция. Это ненависть ко мне. Они сразу тут дворки наподцепят псевдоправославные сектанты и ретих. Это сегодня вы можете говорить. Но на суде Божьем вы не будете этого говорить. На суде вы убеете ни одного, ни двух, а 1500 епископов. Это столько участвовало в соборах. 1500? И ты, маленький попик, что ты язык высовываешь на кого? Вы не православные священники, потому что воюете против канонов, против Библии. Истинно православных священников можно их по пальцам пересчитать. Страха Божия нет. Нерожденные свыше и неводимые Духом Божьим. Вот главная причина. Поэтому одна ненависть и подсиживание. Деньги, деньги, деньги. Вот почему этот вселенский учитель покаяния вопиял. Лучше тело мое отдам на сиденье псам, нежели тело Христово недостойно причащающемуся. Когда шинаисповедь повнути Боровскому, то колени князя и всех исповедников от страха подгибались. Так поступает добрый пастырь, истинный отец, наказывающий восстановленные святыми отцами мере. Евреям 12.7. Показывает, что они не отцы, и овцы им не дети. Евреям 12.8. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Невозрожденные от Духа Божия, невозвращенные к Богу, не имевшие личной встречи со Христом. Современные служители алтаря, которые страх Божий потеряли или никогда его не имели, не воюют с грехом и не учат тому прихожан. И пытаются себя показать очень добренькими, ласковыми и илейными. Все экономия, экономия, чтобы кого не оттолкнуть. А это, значит, свечи мало покупать будут. И хлынули мутной рекой, ища дяда. И дом молитвы превратился в вертеп разбойников. Но есть истинная строгость, согласная с канонами церкви, по слову Василия Великого. Иеретикам не даст случая укорять нас в том, чтобы якобы привлекаем к себе попущением греха. Правило шестое Василия Великого. Уровень планки принятия в церковь установлен ныне такой, как если бы на Олимпийские игры отбирали бегунов со скоростью 2 метра в час. Или прыгунов на 1 сантиметр в высоту. Апостол Павел говорит, итак, мы на ресталище, бегите, чтобы получить. Многие бегут, но один получает награду. Эти слова не будут батюшке в церкви говорить. Кто бы ни зашел, все свои. Оглашенно из идите, никто не выходит. Теперь некоторые батюшки эти слова вообще выкинули из литургии. Так это не литургия Иоанна Златоуста. Это вообще не литургия. Оглашенно из идите, и лица оглашенно из идите. Никто с места не двигается. Это просто пустозвонство. А еще двери, двери, премудрость его... Двери, двери, что значит двери? И шторка дергается. Двери, двери означает, Диакон обязан пройти и посмотреть, свой или чужой. И после того, как выведут оглашенных, отлученных за грех, двери запереть. Да где это делается-то сегодня? Вот у нас в общине это делается. Все до одного оглашенные выходят, отлученные, как говорят, на замечание. Не захотели нести пяти мю в 10-25 лет, согласно 58 правилу Василия Великого. Заметьте, 58 правило, это я уже узнал. На семь лет прелюбодея отлучить, за обор 10 лет, правило второе. Тогда Господь допустил принять на Руси святой иной закон. И пошли в ГУЛАГ по иной статье, на тот же срок. И опять же по 58-й статье Уголовного Кодекса СССР. Весьма болезную, яко правило отечественное оставленной, всякая строго съездная из церкви. И боюсь, как бы дела церковные не пришли в совершенное замешательство, когда сие равнодушие мало-помалу будет идти далее своим путем. По обычаю издревле подвергавшемуся в церквах божьих служителей церкви, приемлемы были по испытаниям со всякой строгостью. И все поведение их прилежное и следуемое было. То я по необходимости обратился к возобновлению отечественных правил. Кто это говорит? Василий Великий. Правило 89-е. Оказавшихся виновными в преступлениях противных правилам и за сие подвергнутся совершенному всегдашнему извержению своего чина. Вот голубая мафия куда попадает-то. Да Андрея-то Кураева его в епископы надо производить. А на него кинулись, как псы его сейчас дерут. Только замазать опять. Все мужеложники извергаются навсегда. Навсегда. Он никогда не может быть, не переводить его в Пермь из Казани в Рязань. Но правило гласит так. Даже этот мужеложник в этот же день может причащаться. А почему нет два наказания за одно преступление? Вот почему. Потому что согрешивший, просто мужеложник, пройдет там сколько ему положено, 18 лет, и он будет принятый опять в церковь. А священник в свой сан изверженный никогда не возвращается. У него более строгое наказание. Шестой Вселенский Собор, правило 21. Каждое дело наше, когда прямо последует правилам благочиния, не порождает для нас никакого смущения, но избавляет нас от порицания некоторых, паче же приобретает нам и одобрение благомыслящих. Кирилл первое правило гласит. «Если по вашей вине погибает одна овца, говорит Златоуст, вам, о священнике, не хватит всей вашей жизни, чтобы загладить вашу вину. Священник, который не учит народ, суть идол. Такие же позлощенные одежды на нем, и так же суть безгласен, говорит Василий Великий. Священник, не учащий по правилам, суть антихрист, усугубляет мысль Иероним Стридонский». Батюшкам что это? Мимо проходит. Идолами их называют святые отцы и антихристами. Вот оно, нео-идол, поклонцы, нео-антихристианство, когда усиленно насаждается тьма, когда за 70 лет не было издано, и разве это случайно, ни одного экземпляра книги правил. Ни одного. Хотя сказано, заблагорассужденно такожде рукополагаемого епископа или в степени притча, рукополагающие предварительно довлагают в уши постановления соборов, дабы не отступали, вопреки определениям собора, вы не раскаивались. Карфагенское 25 правило. Собор. Вот это наизусть надо заучить священникам. Вот оно что. Смотри, как оно выглядит. Прерукоположение это. Ни одного правила не знает. Я со священниками беседую. Не нашел еще пока ни одного, не считая тех, которые близко с нами знакомы. И не об этом ли плене священников плакал Серафим Саровский. Настольная книга священнослужителей, том 3, страница 601. Что Бог погубит их, не помилует, и это за то, что заповеди Божьи заменили своими, распустили вожжи и смешали семя святое с халдеями и египтянами. И невесту Христову, кое одежда беспятная порока, превращает в огол и оголиву. То есть блудных, публичных женщин. Иезекииля 29. Совершенно уничтожив разряд оглашенных, который в свою очередь должен состоять из четырех степеней. Вот где это написано. Какие-то степени, все. Какие правила. И в притворе задерживать кающегося, не запускать в храм. Кто сегодня может так учить своих прихожан, чтобы не делать из себя идолов, чтобы его слова не принимались, как слова оракула, чтобы все относили к славе Божией? И кто мог бы сказать вместе с Кириллом Иерусалимским, если слова мои не сходятся с Библией, не верьте и мне? Это вольно я даю написать. Написание. Иоанн Златоустый настаивает, чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Не рассуждаем даже. А сегодня только о том и говорят, чего в Библии нет. Правило 19. Шестого Вселенского Собора запрещает толковать Библию по своему усмотрению, вопреки святых отцов. А одно это правило исполнить, и уже сотни сект никогда не возникли бы. И да не страждуть ни дугом, ни ведения, но страхом угрожающих наказаний соделывает свое спасение. Христианство это не шутка учитан Златоуст. Большая часть священников погибает. И вот архиерейский собор, и сколько там епископов. Хоть одного кто-то считает, что он погибший. Да как это так? Да большая часть, больше, пополам если разрезать 200, больше стаек будут кипеть в аду. Согласно этих слов. А согласно Серафима Саровска, ни один не спасется. Я молился три дня и три ночи, специально говорит о батюшках, об архиереях. Помилуй их. Почему он о помиловании просил от современних Пушкина? И вдруг Божий ответ зазвучал, не пощежу и не помилую. Такое впечатление, что вообще в то время ни одного спасенного не было. И главное, что Псалом 118, 113 стих. Вымыслами человеческими заменили истину Божью. Церковь Христова едина. Если бы все святые соборы, святые отцы учили только так, как говорится в книге правил, то кто из тех, кто учит по иному и широкой дверью впустили мир в церковь, и мочение лбов без погружения при крещении человека называет крещением, то не иное ли это есть учение, и не разделился ли дом сей, и устоит ли иное от святых отцов? Если отметающие все правила оба и пяти пемьях, нынешние пастыри, затоптавшие около 413 правил соборов святых отцов, то есть 57%, и этим мняться, показать себя добренькими, любвистами, милостями к темному и ненаученному народу, то тогда, согласно их логике, на соборах сидели жестокие и черствые эгоисты, которые написали нам сие правила. И всегда говорят, что они невыполнимые, никто их не выдержит, неправда. Наша крестовозвиженская община в Барнауле и в Потеряевке Свято-Анфимовска все правила соблюдают, и эти эпидемии по полной программе идут. Ну у нас просто, ну бывает, выпил человек, выпил, был такой он глухонемой, на год отлучается, пост нарушает на 2 года, но у нас нету нарушителей, их нету, за аборт на 10 лет, но у нас нету абортниц. Ну в церкви-то посмотрите, о чем тут говорится, на буху Б. Степаненко-то, Максим говорил, так это внутри все это Б развели. И если все же укажет кто-то на поистине проклятую небрежность пастырей, проклято дело Господне делает небрежное, и проклято удерживает меч его от крови, то они сразу же становятся в позу. Не судите. Слово «не судите» означает «не троньте попов». Тут ничего больше не заложено. Побойтесь Бога, ибо тот ли, кто указывает на вопиющую небрежность, в служении судит. Или вы, посчитавши ненужными 413 правил соборов и святых отцов, которых на всех соборах было более 1500 человек. Это столько святых отцов на всех соборах. 1500 епископов, из которых очень много было канонизировано, как Никола Чудотворец, Спиридон Тремифунский. Но перечислять их даже не надо. 1500. И ты один что-то говоришь. Это значит тому, что вы их всех осудили. Вы осудили. Что они ненужное правило приняли, тяжкое и вредное для нас. Третье ездры. 16, 77, 78. «Если будете исполнять заповеди по велению моим, говорит Господь Бог, то грехи ваши не будут бременем, подавляющим вас, и беззакония ваши не превозмогут вас. Горе тем, которые связаны грехами своими и покрыты беззакониями своими. Это поле, которое заросло кустарником, и через которое путь покрыт терном. Так что человек проходить не может. Оно оставляется и обрекается огню на истребление. Вот это поле, это православная церковь. Это заросший кустарником полигон сухих костей. Как я называю, скотомогильник. Даже не кладбище. Бросив за себя каноны, правила собора, священники сделались сетью для доверившихся им. Ибо и сами не хотят исполнять эти правила, и хотящих исполнять их к ним не допускают. Книга эта не продается. Если же по твоей вине у священников погибнет хотя бы одна овса, говорит Златоус, интересно, Златоус говорит, что вот если бы кто-то пришел, который знает нашу жизнь, и сравнил ее с канонами, с правилами, со святым писанием, то больших врагов нельзя найти, чем мы. Как будто целью жизни, говорит, мы поставили одно, воевать против Бога. Это Иоанн Златоус говорит. Я это место могу даже найти и прочитать. Что польза, когда толпы, толпы бревут с чаши? Макарий Александрийский, житие 19 января, видел, что вместо тела Христова, преподаваемой рукой священника, черные эфиопы, то есть демоны, влагали прихожанам уголь в рот. Почему священники об этом не говорят, житие? А все-таки считает, Мария Египетская каждый год. Прочитайте житие Макария вот этого. Мария Египетская, корешки 47 лет копала, там ела. Вот что накопали. Причищает не священники, а демоны в храме. И с причастием во рту и оказаться в аду, что ужаснее всего может быть? Как священники литуют, когда я про это говорю. Мне прямо говорят они. Вот если бы вы это не написали, никто бы не знал. Вы такую смуту посеяли. Мы крестим, все же вода попадает. Можно слюной покрестить, песком можно, песком. Это песочные батюшки. Кто родится от песка и духа, или от песка и брюха, вернее сказать, все извратили. Христос обещал быть с невестой своей во все дни до скончания века. И тот же Дух, который изрек слова Святой Библии, Он же, согласно слову святых отцов, дал нам и спасительные правила соборов святых отцов. Деяние 5.13. Испосторонне же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Христос отделил свое стадо, оградил его оградой, законом, канонами. А современные батюшки-архиереи разгородили все и испортили весь виноградник. Иаков 4.4. Прелюбодеи, прелюбодейцы! Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Это враги Божьи в храм приходят. Иклисия 11.8. Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужали змей. Ограда это отдельная, как вот, ну я называю так вот, отдельная, которая полоски, иду железа, или штахетина. Это отдельные комоны правила. Убрали их, всякий зверь заходит. Песня песней 2.15. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, и виноградники наши в свете. И вот такое безразличие довело до чудовищной логики, когда весь мир, все безбожники, считают православную церковь своей, а себя ее чадами. Не подумают ли люди, что это про патриархию сказано? Вот так. Откровение 17.5. И на щеле ее написано имя, в тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Так называет церковь сектанты. И вот сие притворяется в дело. Плач 5.1. Вспомни, Господи, что над нами совершилось. Призри, посмотри на поругание наше и спаси. Плач 5.21. Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древле. Правило 30-е святых апостолов, ащи, которые епископ, мирских начальников употребив, через них получит епископскую церкви власть, да извержен будет и отлучен. И все, сообщающиеся с ним, проверяй, какой епископ-то, чтобы вместе с ним не вылететь. Об этом же говорит третье правило Седьмого Вселенского Собора. Все 100% архиереев патриархии поставлено именно в нарушение этих правил. Их утверждал ЦК и КГБ. Сегодня по-другому немножко. Еще большее количество канонических правил нарушается Московской патриархией в результате участия в экуменическом движении и по причине членства во Всемирном Совете Церквей. Открытые еретические организации правила, какие апостолов, Владикейского Собора, Тимофея, епископа Александрийского. Ну, кто их нарушает-то? И хотя в опрошающем о столь явном отступлении даются уклончивые обещания, одновременно с этим экуменизм яростно защищается на самом высоком уровне, что подтвердил Архиерейский Собор Московской патриархии 1997 года, считайте доклад Собора митрополита Филарета Минского. В последнее время не уменьшается, увеличивается нарушение канонических правил, причем опять-таки не только в личном плане, а на общецерковном уровне Московской патриархии, которая касается отношения к богатству и расставщичеству правила святых апостолов, Вселенских Соборов, Карфагенского Собора, Григория Некисарийского. Вот как я отвечаю на вопрос, откуда у меня вот эти цифры, а сколько правил нарушается. Кому-то это поможет, но кто враг, он остается врагом. Но я не хотел никого делать врагом. Я просто сказал, если ты православный, то рассуждения твои должны быть только об одном. Как не нарушить правила Святой Библии и вот этих канонов, которые бог дал нам для жизни. А если этого нет, ты уже еретик, согласно этих же самых правил. Без правил мы никто. Ко мне интересно, обращаются еретики, сектанты, за вопросом, как разрешить. Вот у нас, говорит, проповедник один хороший, Алексей. Ну, узнали, он прелюбодействует. Ну, вызвали, плачет. Так, подожди, так. Так, я заканчиваю. Закончил уже. Сейчас дадут. У меня получился целый ролик. Сейчас, Игнать Тихович, у меня там замечания есть кое-какие. Да, говори. В общем, нельзя давать, прежде чем снимать ролики, давать для прочтения. Хотя бы, чтобы Игорь читал пару раз перед фильмом. Что читал? Он говорит, чтобы заранее Игорь прочитывал то, что будет читать. А, ну, книга у него... Потому что, минуту одну, потому что, когда он, когда снимаете, он впервые видит текст, он не знаком с текстом и читает без выражения его, понимаете? Да. Очень много раз ошибается. Да. Я говорил это неоднократно. Ну, я-то прочитал сегодня, прочитал вчера, я уже на третий раз только читаю. И то спотыкается. ну, пока другого нету. Вся раз потренировал. У него есть скайп тоже, у Игоря. Вы текст, когда подготовите, вы ему... у него книга в руках, книга, не надо на скайпе нигде. Это седьмой, восьмой том. Он пришел... ему с файлом будет так легче. Вы файл подготовьте, дайте ему, он прочитает его. И он будет... Ну, у меня он читать не будет, он готовый придет. Но я могу так еще поупрекать. Вот такие работники ему, ну, прости, господи. Так, насчет того, что я сейчас выставлю ролик, получился ролик, я не рассчитал силы эти. Ничего не добавляю, он большой оказался. И что нужно добавить-то там? Ну, добавь как-то сам, или что еще нужно-то добавить? Я не знаю, что еще добавить-то. Отдельно, которые пять правил нарушают, которые я говорил, что отослать-то. Кто просил-то? Там, Максим или кому? Хотя бы пять правил, которые явно можно... Я отослал, он благодарит уже, он благодарность передал вам. Ну, спаси Христос. Ему на этот ролик, вот, показать. Тут я немножко еще эмоций добавил, потому что я болею этим. Я для него и готовлю этот ролик. Еще отказал? Он говорит, я для него и готовлю этот ролик. А! Ну, от меня всегда поклон. Дело в том, что меня не будет, правила останутся. И вот это, что я говорю, ни Осипов, никто не будет заниматься этим, потому что они лицемеры, главные виновники. Главные виновники. Я повторяю, я три года просидел над правилом, ну и Библией занимался. Книгу правил перевел самостоятельно ее на русский язык, самостоятельно составил симфонию на нее. Ну я-то мирянин, меня спроса-то нет, это не моя должность, я печник и сторож, повторяю-то. Чего они злобятся-то? С кем воевать-то? Я никто перед ними, бложка-вожка. Пусть они воюют со святыми отцами. А их на соборов было полторы тысячи. Да полторы-то тысячи, это же много. Епископов. Так я сейчас выставлю вам, ну и на этом все. А что нужно будет к тому, что впереди говорили добавить, подскажи мне, я тогда, ну, отдельно, увеличу там материал, скину или как. А как передать-то его? Я передам, там же передача-то изменяется. Шрифт и все. Тут-то у нас хорошо получилось. Я сейчас прошел его заново еще раз, проштудировал и... Вы видеофайл передайте. Видеофайла. Я сейчас еще посмотрю, Володя. Так, ну что именно мне? Сейчас поскорее посмотрите, что мне коротко сказать-то. Получился ролик, я даже не ожидал. Ну, я говорю это от сердца. Просто я болею, буквально в смысле болею, когда прихожу в храм. Я 20 лет простоял там на пороге, я снимки сделал, где я стоял. И меня они долбили, и долбили священники. Ну, кое-кто начинает уже, и книгу правила сдали. Ее вообще не было, никто не знали. Я от руки ее перепечатывал, плюс к тому еще не сказал, на машинке. Чем занимался? Замагал. Так, я... Все. Что-то звуки пошли какие-то. Так, ну все, отпускай меня. Все. Спасибо, Христос. Так, закрывай. Все, передаем. Продолжение следует...